Словно в зоологическом музее, где со всех сторон представители африканской фауны. Всё это чучела настоящих животных, добытых в Камеруне и Уганде, Эфиопии и Танзании. Эту коллекцию в течение многих лет собирал один из пермяков, увлечённый трофейной охотой. Суть её в том, что человек и животное в дикой природе один на один. Прежде чем отправиться в экстремальное сафари под палящим солнцем, охотник приобретает дорогостоящую лицензию. Её выдают на отстрел лишь единичных особей. А средства потом направляют на воспроизводство популяции животных. Добывается только взрослый самец, исключительно, достигший уже максимального возраста. Это не самки, это не детёныши, никто не может быть. Это определённое место, где ты можешь это добыть. То есть, на самом деле, много условий, при которых ты можешь добыть трофей, можешь не добыть трофей, ты можешь ехать пустой. То есть, и далеко не всегда охота заканчивается удачно. На трофейной охоте преследователь и предполагаемая жертва вполне могут поменяться местами. Браконьеры же действуют иначе. В этой коллекции есть звериные ловушки, изготовленные африканскими племенами. Когда какое-нибудь копытное попадает ногой в такие селки, рана долго не заживает. И по кровавому следу ослабленное животное легче выследить. Произведения таксидермистов, национальная керамика, фотографии – все это поводы рассказать немало охотничьих баек с Черного континента. Мы обязательно такие все истории включим в наши экскурсии, чтобы рассказать зрителям, посетителям, которые у нас будут. Хочется показать зрителям то, чем долгие годы занимаются коллекционеры, предоставить им возможность зрителю увидеть мир увлеченных людей. А это собрание совсем другого рода, но азарт любого коллекционера сродни охотничьему. Один из крупных пермских меценатов многие годы собирал картины Александра Репина. Это именитый уральский художник, ровесник и однокурсник Эрнста Неизвестного – фронтовик. В 80-е годы власти относились к нему неблагожелательно. Работы Репина экспонировались очень редко, а некоторые – никогда. Сейчас они буквально на вес золота. Все это вскоре можно будет увидеть в галерее «Уникум». Обе выставки начнут работу на Баумана 24А с 1 сентября. Юлия Зыкова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.